Союз России и Ирана – ситуативные шатки, уверены эксперты. Два государства дипломатических изгоя, между которыми уже не раз возникали конфликты, сегодня вынуждены сотрудничать. С момента уже российского вторжения в Украине, поскольку Иран находится под европейские санкции из-за его ядерной программы, и Россия нуждается в вооружении, тут уже каждый из них начал другого пользовать. Как уже Россия стала понятна, что она не сможет выиграть войну в Украине, и начал искать помощь где угодно, тот же Иран воспользовал слабость России в обмен на дроны, в обмен на другие формы, и естественно получение максимум от России. Уступки в сирийский вопрос, уступки в армянский и азербайджанский кризис, уступки в вопрос ядерной программы, уступки по многому чего в обмен лишь на дроны. Имперские амбиции тоже объединяют Тегеран и Москву. Кремль мечтает воссоздать Советский Союз, Иран – Персидскую империю. Общих черт у двух режимов хватает. Нарушение гражданских прав населения, узурпация власти и репрессии против своих же. Иран и Россия обмениваются опытом, как подавлять протесты. Генпрокурор Федерации Игорь Краснов отправился с визитом в Тегеран. Цель – обмен информацией о борьбе с митингами и беспорядками. И все это на фоне второй публичной казни в Иране одного из участников протестов. Два диктаторские режима могут найти очень много общего. Для этого достаточно привести параллель тогда между Гитлером и Сталином. Казалось бы, совсем разные диалоги, но они очень близки, поскольку эти циничные, эти диктаторские режимы, им комфортно вместе работать. Но каждый из них не забывает прошлое. В Тегеране не забывают, что однажды СССР оккупировал Иран. И то же самое в России не забывают, что иранский режим – это исламистский, радикальный режим, который на самом деле не только антизападный, антихристианский. Сотрудничество Ирана и России позволяет Федерации получать дроны Камикадзе «Шахет-136». Эксперты уверены, Москва уже договорилась с Тегераном о передаче баллистических ракет. Взамен Иран получит партию из 24 истребителей Су-35. Россия готова частично разоружить собственный воздушный флот ради ударов по критической инфраструктуре Украины. Баллистические ракеты – это уже, как бы сказать, пройденный этап. Скорее всего, по некоторым данным, Россия уже до конца этого года получит первые такие ракеты. Это очень серьезная опасность, потому что одна из модификаций этих иранских ракет, которые будут поставлены, она имеет дальность поражения целей в 700 километров. При этом «Искандер» российский имеет 500 километров. И надо понимать, что именно с поставками иранских ракет связана готовность США поставлять зенитно-ракетные комплексы «Патриот», которые практически единственные, которые основа противоракетной обороны, не противовоздушной обороны, которые могут сбивать эти ракеты. Рассчитывать на длительное сотрудничество с Ираном Кремлю не стоит, уверены эксперты. Ведь положение Тегерана шаткое. Фактически сейчас они поставляют то, что у них находится на складах. Все будет зависеть от внешнеполитических условий. Если у Ирана возникнут проблемы, вдруг или случайным образом будет нанесен удар неизвестными израильскими самолетами, тогда они будут вынуждены пересмотреть свои обязательства перед Россией. И, грубо говоря, это оружие им понадобится самим. А пока у них таких проблем особых нет, поэтому они вполне себе могут вести такой гешефт, меняя свои ракеты и дроны на самолет. По мнению специалистов, Союз Москвы и Тегерана опасен не только для Украины. Учитывая амбиции иранского режима, Ближний Восток под угрозой военной экспансии. Лариса Зубенко для телеканала Freedom. Ну что ж, продолжаем информационный марафон на телеканале Freedom следующими новостями. Иран и Россия наращивают сотрудничество вплоть до полноценного военного партнерства. Это угрожает не только Украине, но и Ближнему Востоку. А это в этом заявил спикер Госдепа США Вендант Паттель. По его словам, Москва предлагает Тегерану беспрецедентный уровень военной технической поддержки в обмен на дроны, которые уничтожают инфраструктуру Украины. Становится ясно, что Иран стал главным военным покровителем России. Мы говорили об этом в течение последних нескольких месяцев. С августа Иран передал РФ несколько сотен беспилотников. И она использует их для атаки критически важной инфраструктуры Украины и уничтожения украинских мирных жителей. Россия использует иранские БПЛА для нанесения ударов по энергосистемам, лишая миллионы украинцев света, тепла и жизненно важных услуг. Поэтому нужно обязательно привлечь оба режима к ответственности.